Здравствуйте, коллеги, с вами Сяков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня понедельник, поэтому мы, как всегда, традиционно поговорим о том, как закрылась неделя предыдущая, что нам стоит ожидать на этой неделе и также расскажу о своем видении рынка на текущий момент. Ну а перед началом этого видео напоминаю, что если вам оно нравится, не забывайте ставить лайк и ваши вопросы оставляйте в комментариях. Итак, сейчас важно также напомнить о вероятности второй волны коронавируса, собственно, сейчас эта тема она не сходит с заголовков газет, новостей и так далее. Ну, собственно, это и понятно, после того, как карантинные меры были отменены, вероятно, вторая волна уже последовала. Ну вот дальше остается вопрос, насколько критичной для экономики, ну и для в целом других стран она будет. Поэтому давайте перед началом, как всегда, посмотрим на карту распространения коронавируса. Ну, фактически мы приближаемся к ночению уже в 9 миллионов, да, к понедельнику 22 июня. И что здесь наиболее, ну, на что важно обратить внимание, во-первых, Бразилия уже перевалила за миллион и новая волна, как распространение идет по США. Давайте сначала посмотрим на общую картину. Ну, собственно, здесь мы видим пока общую динамику вновь новых случаев заражения. То здесь мы видим вновь рост. Немного снизились на прошлый день, то есть на 21 число, на выходные, то есть на воскресенье было зафиксировано чуть меньше случаев. Ну, возможно, как раз это связано с тем, что в выходные и чуть меньше проводится тестирование. Поэтому здесь, ну, начало недели будет уже показательно, поэтому будем следить, как здесь ситуация будет развиваться. Ну, и что, наверное, тоже наиболее важно, это в США новых случаев появляется также уже гораздо больше. Фактически мы вернулись к тем значениям, которые были в марте. И в субботу было зафиксировано 32 тысячи, вчера было 24 тысячи. Ну, вот я напомню, что пик, который отображается на данном портале, был зафиксирован в 36 тысяч. Ну, вот сейчас большой вопрос, будет ли еще больше количество заражений. Ну, собственно, фондовый рынок на это тоже, безусловно, реагирует. Вообще, то есть в целом экономики поддерживают очень сильно. США продолжают печатать деньги, госдолг увеличивается. То есть фактически раздувается вновь ситуация вокруг такой пузырь, да, на фондовом рынке, в экономиках. Это не только в США, это и также в европейских странах приводит, происходит. Ну, здесь остается только надеяться, что центральные банки сделают все возможное, чтобы не допустить второго падения, хотя многие ждут и его, и все еще продолжают. И многие говорят о том, что оно может быть еще более сильным. Но здесь наша задача с вами не предполагать, а отслеживать текущие тенденции, да, текущие ситуации и фактически к ним присоединяться. С точки зрения новостей, это неделя, это предпоследняя неделя месяца. Она пройдет довольно-таки спокойно, то есть не такое большое количество данных публикуется. Сегодня будут опубликованы данные по продажам на вторичном. Рынке жилья здесь ожидается рост. Во вторник продажа нового жилья здесь также, ну, чуть меньше, чем предыдущие значения сейчас по прогнозам. Также в среду будут опубликованы, как всегда, запасы по сырой нефти. Сейчас мы видим, что нефть вновь на локальных максимумах находится. Ну, и вот, наверное, то, что наиболее важно, это данные по ВВП, которые мы будем ждать в четверг. Вот, фактически эти данные, они покажут, насколько экономика действительно сейчас пострадало, потому что, ну, фактически ВВП является основным из индикаторов. Сейчас ожидается снижение на минус 5%. Ну, и вот, скорее всего, самая сильная реакция на этой неделе, она последует вот именно на эти данные. Ну, если, конечно, ничего другого на рынке не появится. С точки зрения торговли здесь очень важно отметить ситуацию того, что рынок очень часто, ну, меняет, да, свое направление, дает нам некоторую неопределенность в определенные моменты. И, ну, сейчас, вот, ну, по крайней мере, да, и по моему счету здесь видно, что торговля пока идет, ну, в некотором боковике, и порой не совсем комфортно это происходит. Но, тем не менее, то есть ситуации, которые появляются с точки зрения торговой системы, необходимо торговать. Это я и делаю. Пусть даже на прошлой неделе, ну, фактически прошлый месяц был не самым лучшим, да, для моего счета. Были достаточно большое количество убыточных сделок подряд, но пока мой счет остается в рамках той прибыли, которая была заработана в этом году. Поэтому здесь, с точки зрения продолжения торговли, я, наверное, уже буду чуть более аккуратным. Я помню, что мы с вами смотрели и короткие сделки по продолжительности, например, по нефти. Да, я тоже для себя пробовал эту стратегию, но пока она не реализовалась у меня. То есть я пока все-таки решил сконцентрироваться именно на среднесрочную торговлю, то есть, собственно, той сети торговли, которая у меня была. И пока вновь мой счет не восстановится, никаких экспериментов для себя на этом счете не допускать. Соответственно, на текущий момент по евро здесь мы видим продолжение укрепления американского доллара. Сегодня мы торговались вблизи минимальной значения пятницы и общая динамика здесь сохраняется нисходящая. То есть здесь я для себя также продолжу искать возможности покупать, да, покупать в сторону основного тренда, то есть тренда именно на укрепление евро по отношению к американскому доллару. Ну и, собственно, пока мы видим падение на фондовом рынке, собственно, здесь американский доллар также и корректируется. Здесь довольно-таки неплохие уровни сформированы на текущий момент. Если цена сможет закрепиться выше максимум пятницы, то здесь я для себя рассмотрю покупки с целями роста до 1.14. В принципе, здесь можно получить довольно-таки неплохое соотношение риск-прибыль. По британской валюте также здесь пока мы торгуемся выше уровня 1.22.40, 1.21. То есть, в принципе, здесь также у нас тенденция сохраняется восходящая. И вот здесь тоже по текущим ценам уже, если локально появится триггер на вход, да, на покупки, то здесь я тоже покупки для себя рассмотрю. Но еще главное, чтобы цена была подходящая для входа и, в принципе, не по любой цене я вхожу, как вы уже знаете. Соответственно, здесь я буду следить за максимумом, который был также сформирован в пятницу. Здесь, если цена сможет закрепиться выше данного уровня, то уже будет перекос в сторону покупателей. Здесь я для себя тоже покупки уже рассмотрю по данной паре. Пара американский доллар, канадский доллар. Здесь мы видим попытки начала также нисходящего движения. Собственно, сейчас цена торгуется в области 1.35.90, 1.35.89. И здесь тоже вероятен переход уже непосредственно в продажу, да, то есть в сторону основного тренда. Цель снижения здесь, ну, довольно-таки очевидна. Это ближайшая цель, это 1.31.21, область минимальных значений, которые как раз были в июне. Ну, а с точки зрения часового таймфрейма, пока мы видим попытки уйти вверх. Вот сегодня как раз уже немножко переписали максимумы, которые были сформированы в пятницу. Если говорить о продажах, то здесь я буду ждать закрепления ниже минимальных значений пятницы. Вот тогда уже буду открывать продажи со стопом как раз за локальный максимум. Ну, скорее всего, так как сегодня цена уходила уже выше, то буду здесь ждать уже завтрашние торговые сессии. То есть буду открывать сделки завтра, а не сегодня, чтобы убирать как раз стоп за максимум предыдущей торговой сессии. По паре американский доллар японская иена. Здесь я для себя также рассматривал покупки. И в целом я пока этой идеи придерживаюсь. В принципе, здесь может как раз, ну, из покупок, из предыдущих, которых я вышел, вышел с небольшим плюсом. Ну, то есть просто для того, чтобы не пересиживать как раз вот это движение. Соответственно, здесь я для себя жду нового триггера на покупки, которым как раз может послужить закрытие выше максимума в пятницу. И вот после этого уже буду начинать покупать стоп-лосс за минимум 18-го числа. То есть самое минимальное значение, которое было до момента нового перехая. По паре австралийский доллар, американский доллар здесь сегодня с открытием мы уже подрастаем. То есть общий тренд здесь сохраняется восходящий. Поэтому, как я и говорил, для меня также основной идеей будет здесь поиск покупок после завершения данной коррекции, которые здесь были. Если смотреть часовой таймфрейм, то, собственно, сегодня открылись с небольшим гэпом, обновили локальный минимум. Вот здесь ситуация для входа не самая оптимальная, так же, как, например, по индексу S&P 500. Здесь я все-таки буду ждать более, ну, наверное, новых уровней. И, возможно, цена уйдет еще чуть ниже. И вот тогда уже будет более комфортно к ней присоединиться. Потому что здесь мы видим и новый локальный минимум сегодня, достаточно близко к минимальному значению 15-го числа. То есть здесь, ну, достаточно много факторов, которые не дают, ну, даже 90% вероятности продолжения движения. Поэтому здесь по австралийцу пока я возьму паузу. Новозеландец, ну, он фактически очень повторяет движения по австралийцу. В принципе, они движутся сонаправленно. И здесь тоже основная идея, это как раз покупать на продолжение тренда. Новозеландец, в отличие от австралийца, пока локальный максимум еще не обновил. То есть вот я возвращаюсь на Австралию, здесь мы это видим. И по новозеландцу также интересно искать покупки. Но сегодня вот мы торгуемся уже ниже минимальной значения. Поэтому вполне вероятно еще одна волна снижения. Вот после нее уже будет интересно закупиться как раз по данной паре. Золото, вот золото, новый локальный максимум сегодня показывает за июнь, да, то есть, ну, по крайней мере, не исторический, но за июнь мы уже торгуемся на локальных максимумах, что вызывает также интерес у инвесторов. Золото как актив убежища, собственно, многие активы паркуются именно сюда. Ну, собственно, золото поэтому и подрастает. Поэтому сейчас, ну, мы находимся уже достаточно высоко, покупать сейчас поздновато. Ну, собственно, как среднесрочные, долгосрочные идеи на коррекциях это можно делать. Ну, я думаю, что многие из вас заметили, что по золоту у меня достаточно немного сделок, так как не всегда здесь комфортно получается присоединиться с точки зрения моей торговой системы. Но в целом, да, здесь рост сохраняется и фактически этот сценарий здесь и реализуется. По индексам. Вот индексы вселяют сейчас самую большую неопределенность. По индексам мы видим достаточно большое насыщение деньгами. Хотя, собственно, в странах не все так хорошо. Госдолг увеличивается по многим странам. В США он достиг уже 26 триллионов. И, собственно, это вызывает некоторые опасения, а смогут ли с такими долгами, что называется, жить. Да, ставки приближаются к минусовым значениям. Ну, в Европе они уже давно минусовые, в Японии они давно минусовые. Но вот в США они тоже к этому подходят. И фактически это очень большой удар для банковского сектора. Собственно, сейчас по DAX мы тоже видели торговлю уже ниже минимальных значений, которые были сформированы в пятницу. Сейчас немножко отыграли это падение. Но в целом пока здесь я ожидаю еще одной волны снижения. И тогда уже буду рассматривать заход на покупку. По S&P. Здесь я тоже для себя пробовал заходить в пятницу, как раз в последний торговый день, как раз когда происходила экспирация фьючерс на S&P 500. Кстати, вот мы ждали с вами данной ситуации, что посмотреть, повлияет ли как-то этот аннорыдинг. Пока ничего существенного здесь я не вижу. Возможно, нужно подождать пару дней, потому что вот последняя экспирация, которая как раз была 3 месяца назад, то есть она привела к началу восходящего движения, то есть начало того ралли, который мы видели по фондовым индексам. И, собственно, сделка, которую я открывал достаточно близко к точкам входа, то здесь она была заточена на то, что с текущих уровней сразу у нас рост возобновится, так как был обновлен локальный максимум. Да, мы не ушли выше максимальные значения, которые были за несколько дней до, но, тем не менее, в сторону стома тренда решил я эту сделку попробовать. Риск был взят даже чуть меньше, поэтому я достаточно близко ставил точку для входа, входил отложенным ордером и стоп у меня стоял за минимальными значениями как раз 16 и 18 июня. Но к концу торговой сессии все-таки рынок оказался на улитке слабым, продавили область минимальной значения, сегодня даже открылись с небольшим гэпом, пока отыграли, закрыли тот гэп, но, собственно, сейчас новых покупок, естественно, я открывать не буду, так как вероятность еще одного снижения, она здесь сохраняется. Ну и, собственно, что может привести как раз к росту американского доллара. По нефти здесь мы видим также попытки уйти выше максимальные значения, которые были в начале июня сформированы. По CFD на нефть марки Brent это 4254, то есть пока достаточно близко к этому уровню торгуемся. Если говорить локально, то да, здесь сохраняется движение. Видели мы довольно-таки повышенную волатильность в пятницу, то есть нефть ходила там 4% за день, что довольно-таки много и, тем не менее, пока общий настрой сохраняется восходящий. То есть сейчас большой вопрос, может ли цена уйти выше как раз максимум в начало июня. Вполне вероятно, что отсюда мы можем видеть коррекцию и уже покупать, соответственно, после завершения данной коррекции. По фьючерсу на WTI, то есть здесь пока нужно проверить, не закончился ли данный уже фьючерс, так и здесь пока котировка у меня неактивна. Но сделаем это уже непосредственно к следующему видео. Ну, собственно, если опять же резюмировать текущую ситуацию, то мы с вами видим то, что пока рынкам страшно, рынки пугаются расти дальше, но тем не менее ситуация, которая происходит на фондовом рынке, она может дать опять же интересную возможность закупиться по более интересной цене. То есть также я дополнительно для себя, помимо трейдинга, собираю портфель из акций. Пока сейчас я собираю портфель из дивидендных акций, которые, в принципе, на мой взгляд, достаточно неплохо подросли за последние пару месяцев. Но вот та коррекция, которая будет, то есть я покупаю каждый месяц, но сейчас пока я в ожидании. То есть мне нужно сделать покупку в этом месяце, но я жду пока будут некоторые признаки остановки падения по фондам индексом для того, чтобы как раз зайти чуть лучше. То есть если мы будем падать еще всю неделю, то, скорее всего, я сделку по акциям открою в конце этой недели или в начале следующей недели. Опять же, в зависимости от того, какая акция будет максимально интересно выглядеть. Но также ссылку по моему портфелю инвестиционному оставляю в описании к этому видео. Переходите, смотрите также. И я, в принципе, для себя считаю, что эти две вещи должны идти параллельно. То есть иногда с точки зрения трейдинга рынок ходит в боковиках, то есть на рынке очень некомфортно находить точку для входа, может быть череда, например, убытков. И в этом случае уже инвестирование непосредственно в фондовый рынок, оно, безусловно, может в этом помочь и нивелировать. Ну и это все-таки менее затратно по времени, да, с точки зрения того, что открыл позицию, держишь ее достаточно продолжительный период времени. Опять же, об этом мы будем тоже говорить дальше. Ну а на сегодня это все. Всем желаю хорошей торговой недели. Мы с вами увидимся уже на следующем видео. Скорее всего, это будет в пятницу. И, соответственно, посмотрим, чем закрылась текущая торговая неделя. Поэтому всем желаю спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайк, если вам нравится видео. Вопросы оставляйте в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания.